Северский трубник 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 Каждый участник Преследовал свою цель Кто-то был нацелен на достижение Определенного спортивного результата А кто-то пришел Чтобы просто приобщиться К спорту И здоровому образу жизни И с пользой провести Воскресный день Благо погода В этот день стояла Практически летняя Победителями Спортивного забега В северной части города В своих возрастных категориях Стали Алина Рябова Анастасия Евдокимова Анна Половникова Леонид Краснов Юрий Васильев Александр Ковалев Николай Сазонов Самой быстрой семьей Оказалась семья Базгеевых Самыми младшими участниками Стали Арсений и Полина Сироткины Самыми старшими Владимир Гвоздев И Валентина Зюзева В южной части Самыми старшими участниками Кросса стали Александр Умнов И Галина Бровикова Самыми младшими Алина Ежова И Костя Сыропятов Самые многочисленные Семьи участницы Вайнеланин Сметанины И Тупицыны С 15 по 19 сентября На лыжной базе Физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода Проводились игры Первенства Средловской области По баскетболу Среди команд юноши 2004 года рождения В соревнованиях Приняли участие Шесть коллективов Помимо хозяев Сборной физкультурно-спортивного комплекса Это еще две Детско-юношеские Спортивные школы Из Екатеринбурга Имени Канделя И имени Мышкина А также две команды Из Нижнего Тагила ЮСШа номер 4 И Старый Соболь И Малахит Из Азбеста Крупные баскетбольные форумы В Полевском уже давно Не в новинку для любителей Этого вида спорта И это не случайно Во всей Свердловской области Да и уже за ее пределами Прекрасно знают О замечательных спортивных объектах Физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода Условия отличные Ребята здесь же проживают Здесь же играют Конечно это большое преимущество Для Полевского Что все соревнования И размещение Проходят в одном месте Нам всегда очень нравится Нам нравится ваш Прекрасный Я считаю Зал Размещение тоже Прекрасно Но в этом году Мы заселились В другом месте Ради того Чтобы хотя бы прогуливаться Тут здесь Немножко застаиваешься А так вот Немножко будем ногами ходить Все очень прекрасно Нам все нравится Отметим Удачно выступить На первенстве Свердловской области Для команд Особый стимул Поскольку турнир Является отборочным Три лучших коллектива Получают прямые путевки В полуфинал первенства России Для нас это в принципе Не новый турнир Мы играем В первенстве России Турнир тут Гораздо длиннее Получается тур Там порядка 7 дней Вот здесь у нас Всего 5 игровых дней Вот И соперники Все нам очень знакомы До боли И ну В принципе Ничего такого Нового не ждем Не знаю Может какие-то Домашние заготовочки Там были Там летом Поработали Вот сейчас Может быть удивят Ежедневно В течение пяти дней На лыжной базе Проводились Баскетбольные баталии Об уровне Перемьерства области Говорит и тот факт Что главным судей Перемьерства Выступал рефери Международной категории ФИБА Александр Романов Он заметил Что к сожалению Не все команды Готовы к новому сезону Отчего пока показывают Не очень выразительный баскетбол Команды вернулись Со сборов Может быть Недостаточная Недостаточная Работа над техникой Повлияла на это Но Вот Общий уровень К сожалению Невысок То есть 14-летние 14-летние ребята Не обладают Очень многими Техническими элементами К сожалению Зрительский балкон Во время Игры первенства Сорловской области Был заполнен до отказа Болельщики неистово Поддерживали свои команды И гнали их к победе Особенно шумно было Когда на паркете Оказывались местные Баскетболисты В итоге Первое место Вполне ожидаемо Завоевала Екатеринбургская Дюсеша номер 3 Имени Мышкина Второе и третье места У Нижнетагильских Команд Дюсеша номер 3 И Старый Соболь Соответственно Полевчане К сожалению Финишировали Лишь на пятой строчке Новую порцию Спортивных новостей Смотрите на нашем канале Не как обычно В следующий четверг А только через две недели А пока новости И не только спортивные Вы всегда можете узнать На наших сайтах Channel11.ru И Bajopol.rf На этом у меня на сегодня все Продолжайте смотреть овертайм Болейте за наших Занимайтесь спортом Пока Субтитры сделал DimaTorzok